Школа в советском районе города в удобном транспортном расположении второй год подряд не набирает учащихся 10 и 11 классы. Просто потому, что ученики и их родители предпочитают уходить на третью ступень образования в другие учебные заведения. Это Самарская школа номер 152. Почему, имея хорошие традиции и много свободных кабинетов, она не отвечает современным запросам и превратилась в провинциальную девятилетку? Городской департамент образования предложил пути решения сложившейся ситуации, рассказав о возможных перспективах родительской общественности. Школа 176 у нас переполнена, школа 22 переполнена, но непонятно, почему у нас прекрасная школа, которая имеет славные традиции, которых я тоже хорошо знаю, школа 152, в таком состоянии и два года не набирает 10 и 11 классы третьей ступени образования. При этом у руководства школы 152 отсутствует какой-либо план развития учреждения. Зато есть мнение учительского состава. Я просто могу обратить всех родителей внимание на нашу школу, что в течение 8 лет, как я работаю в этой школе, материальной технической базы не занимался ни один директор. И с 2013 года, подаренные, будем так говорить, самарским управлением 12 новых букв, на которых мы сейчас работаем, в наших руках ничего нет. И материальная база на нуле. Давайте думать о детях, о себе, о каких-то, будем так говорить, о будущем наших детей. Оно улучшится. Я лично считаю, что оно улучшится. У городских властей есть цель – уже через год превратить школу номер 152 в современные модернизированные учебные заведения. Национальный проект образования позволяет это сделать. Для этого необходимо провести реорганизацию путем юридического слияния 152-й школы СА-107-й. В результате за счет увеличения финансирования удастся провести ремонт и закупить современное оборудование. Стратегию развития школы представили на встрече с учителями и родительской общественностью. Родители детей школы номер 152 приняли известие об объединении «Настороженно». Встреча в департаменте проходила более трех часов в формате видеоконференции. Звучали самые разные вопросы, главный из которых – не придется ли ученикам ходить на учебу по другому адресу. Ни один учащийся школы 152 не будет переведен ни в какое другое здание, а продолжит образовательный процесс именно на базе школы 152. Номер будущей новой школы выберут учителя и родители. Директора назначат на конкурсной основе. Ни один из педагогических работников не будет сокращен. Подлежащий камень вода не течет. Поэтому спасибо. Мы еще давайте раз все подумаем, взвесим, будем уважать друг друга. Это только начало процесса. Если замысел будет воплощен, то уже через год, 1 сентября, ученики придут в обновленное учебное заведение. А нынешним девятиклассникам не придется искать место учебы на стороне. Они смогут учиться в 10-м классе в стенах родной для них школы. Олег Зверев, Константин Головин. События.